Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно!» Канал Якутия 24. С вами, как обычно, Пётр Цыпандин. И, как обычно, как видите, мы находимся на ресторане Red & Green. Со мной, как обычно, Семён Тарбахов. Семён, приветствую. И к нам сегодня в гости пришёл актёр русского театра имени Александр Сергеевича Пушкина. Александр Сердюков. Саша, приветствую. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, товарищ шеф. Забываю всё время сказать в самом начале, поэтому сразу говорю спасибо, что нашёл время. Мне пришёл гости к нашу передачу. И, учитывая, что у нас кулинарный концепт, мы называем его кулинарное ток-шоу, с чем ты к нам сегодня пришёл, что будешь готовить? Здравствуйте, дорогие телезрители. Я пришёл с яйцами, как ни странно. Вот у нас здесь лежат все суп-продукты, из которых мы сегодня будем творить наше кушанье. Повар за меня так себе. Мой личный пресс-секретарь в течение двух предыдущих дней попросил чему-нибудь научиться. И вы знаете, я изобрёл прекрасное блюдо. Яйца на сковороде по-каковски и печенечный торт со сгущеночкой. Я смотрю, печенья много. Да, печенья много. На всех хватит. Чуть-чуть меньше сгущенки и ещё меньше сметаны. Вот и весь секрет. Это мы сегодня будем готовить. Ну, если у меня что-то не будет получаться... Есть семён. Есть семён. Пускай он надувается за всех. Да, да, да. А я просто поболтаю. Ничего, всё сделай. Тем более, как ты сказал, что ты готовкой не очень, как бы на вы, на ты, да? Да, я очень слабо готовлю. Единственное, что я у меня приготовить, это шашлыки из местного магазина, местной продукции. Да, 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 да. Уже готовые, замаринованные. На даче казанно-мангальные дела. Не важно, можно на подъезде. Главное, чтобы консьержка не ругалась, как говорится. Вот, ко всему готов, да. И, ну, максимум, что я могу приготовить кофе. Всё, я человек такой, знаете ли, нетребовательный, поэтому, что есть на столе, то и впорю. Ну, учитывая то, что, как бы, продуктов, а и турка, по-моему, да, имеется, и кофе, по-моему, да, подготовим. Учитывая то, что, да, действительно много придётся готовить, давай начинать и... А начнём мы с самого сложного, потому что самое сложное, это у нас торт. Итак, для приготовления нашего замечательного торта нам понадобится, правильно, Семён, печенье. Всё просто. Всё просто. Ловкие руки, чтобы всё это... Надеемся, что, как бы, наша передача просто и вкусно получилась. Да, крепкие зубы, чтобы открыть печенье. Не-не-не, вот это держи, здесь лучше надо. Ну, я же говорю, я с готовкой, вы знаете, ромаю, вручим. Банки. Вы разбирайтесь с банками, да, господа, открывайте банки. Продукты. Все надо открыть. Ну, да. Ну, давайте, раз уж купили, тем более бесплатно, чтобы не открыть. Как как-то бедный мой нож, но попробуем. Есть нож, есть крепкие руки, почему бы и не вскрыть. Итак, господа, перво-наперво мы достаем печенье. Берём форму. Берём форму, да. И выкладываем первым слоем печенюшки. Семён, давайте это сделайте вы. Вы такой ловкачкой чувствуете. А, так это же это, варёная сгущёнка. Конечно, в том-то и смысл. Всё, 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 всё. С обычной сгущёнкой сможет сделать любой, а с варёной не каждый. Только Семён и я. Вот. Затем, когда форма выложена, мы о чём-нибудь должны поговорить. Потому что следующим этапом мы должны приготовить крем. Как готовится крем? Кстати, отличная сгущёнка. Чёв называется она. Отлично, пахнет молочком и по консистенции очень приятно. Я попрошу показать крупным кадром эту сгущёночку. Вот. Минутка рекламы. Да, минутка рекламы. Мы достаем сгущёнку. От этого она становится сочнее гуще. Так, ну, пока выкладываешь, Александр, сразу первый вопрос. Да, вы задавайте вопрос. У вас же сезон уже начался. Как обычно. И скоро премьера. Да, вы знаете, сезон начался. В этом году мы с нашим замечательным государственным, академическим русским драматическим театром имени Пушкина успели прогастролировать по республике. В частности, посетили город Мирный, столицу, алмазодобывающего края. И с невероятным успехом посетили город Благовещенск. То есть весь сентябрь мы были фактически в разъездах. Вот только буквально с октября, ну, с конца сентября. Ну, сезон вообще классический когда начинается? Осень уже, да? С первого сентября обычно мы начинаем, да, постановочек. А вы начали сразу гастроли? Да, мы начали гастроли. Но в этом году, получается, нет, мы отыграли здесь пару спектаклей и затем вот открылись здесь и уехали на гастроли. А гастроли для артиста это самое, что ни на есть интересное. Ну да, прикольно. А вот про премьеру, которая первого декабря и главная роль. А, это так случайно. Да, значит, наш театр готовит постановку, премьерную постановку «Женитьба Бальзаминов» или как Мишенька Бальзаминов «Счастье себе искал». Постановка самая, что ни на есть актуальна. Наверняка многие видели фильм с Вицыным. Читали, может быть, даже литературу. Читали литературу, вот, постановка актуальная, постановка о счастье, о любви, о некой невостребованности, о желании получить все и сразу, и меньшими какими-то физическими и умственными вложениями. То есть, ну, человек в поисках богатой женщины, ну, чтобы жить сладко. Сейчас звучит довольно актуально. Да. И сейчас это звучит животрупечивще и актуально. Ну, вы знаете, по большому счету человек же ничего плохого не делает. То есть, он ищет свое счастье вот таким вот способом. То есть, если это не идет во вред кому-то другому, то я считаю, ну, почему бы и нет. Может быть, такой способ. Я это не приветствую, но и не осуждаю, скажем так. Спрашивайте, Петр, я знаю, у вас куча вопросов. Да, да, да. Как выживался роль? Ну, вообще, как артисту, как распределяется роль? Как вживается роль? Распределяется? Скорее всего, режиссер думает, ну, вот на эту роль подойдет вот этот актер. Вы знаете, в этом году у нас приезжал режиссер. Режиссер, который вас не знает. Который совершенно меня не знает, не видел. Скорее всего, просто руководство показало список артистов, говорит, выбирайте. Вот. Он сел, значит, начал выбирать. Человек Дмитрий Викторович Бурханкин. Он поставил очень-очень много спектаклей. Google про него выдает много интересной информации. Человек опытнейший. Но в этом году, я скажу, такая вещь была, достаточно редкая для театра, ну, конкретно для нашего. Был кастинг. Небольшой чтецкий кастинг. То есть мы все пришли в репетиционный зал. Нас вызвали. Ну, тех, кто, видимо, каким-то образом, более-менее подходит по каким-то критериям для роли. Типаж. Типаж, да. Чтобы точно определиться. Да, чтобы уже, знаете, сто процентов. И мы, собственно говоря, почитали текст. Я думаю, достаточно. Следующим этапом, Семен, нам сметанка. Почитали, почитали. И затем у нас есть своя такая WhatsApp-группа. Называется она «Расписание русского театра». Вы уж извините, что у нас так заведено, а не по бумажке. Я с содроганием, значит, открываю свой телефон на базе Android. И там написано «Сердюкову подойти во вторник». А вас я попрошу остаться. Да, вас я попрошу остаться. Ну, да. Я вторую. Да, давайте вторую открывать. Я думаю, что вторая, кстати, не понадобится. Возможно, сейчас проверим. И, собственно говоря, так я и попал в этот замечательный спектакль. Ну, а что касаемо вживаться, не вживаться в роль Мишеньки Бальзаминово, очень, знаете ли, ограниченные сроки у нас сейчас такие идут, да, то есть сжатые. То есть мы должны за короткий срок выдать, вот как мы с вами за 40 минут эфирного времени вкусный продукт, так и в театре, то есть за очень короткий промежуток времени. Поэтому у нас сейчас такой этап. Мы как-то в большей степени хореографически разводим все эти сцены и просто потихоньку учим и запоминаем текст. Я вам сейчас пока скажу так. Пока мы глубоко еще сильно не копнули, пока что. Ну, месяц остался. Да, месяц остался. Мы очень постараемся успеть и порадовать вас, дорогие телезрители, и вас, в самом частности, и вас, Петр. Да, на цене. Очень интересным таким продуктом. А вообще, ну вот про роли, да, как ты выбрал вообще профессию актера, артиста? Это сразу или как? А я вам сейчас скажу, это куча обстоятельств сложилось. Дело в том, что в школе мне всегда было скучно сидеть на уроках, и мне... Ну, обычно же дети хотят стать космонавтами, водителями. Нет, нет, нет. А в твоем случае сразу актером быть? Да, в моем случае я сразу... Нет, 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 не сразу я хотел актером быть. В общем, я был достаточно непосредливый ребенок, вот. Мне было скучно на уроках сидеть. Я сидел, баловался, занимался чем попало постоянно. Смотрите, дорогие друзья, для крема мы перемешиваем нашу сметану 15-процентную с нашим сгущенным молоком. Для этого нужны мощные руки. Поэтому, друзья, спорт, ты жизнь. Вот, продолжаем. И где-то в классе восьмом-девятом у меня появились тройки за четверть, ну, чуть ли не двойки. Мама сказала, ну, раз ты такой тупой, извиняюсь за выражение, и непосредливый, пойдешь ты, наверное, в ПТУ и станешь, кстати, поваром. Серьезно. Хотели меня в ПТУ в кулинарное отправить. По-моему, оно находится где-то вот в пригороде. Ну, хорошо, что я не отправил. Хорошо, что я не отправил. То я в случае тоже так было, да? Да. Потому что, скорее всего, Семен тогда бы стал артистом, а я бы стал поваром. Я бы занял ваше место, мне этого не надо. Так вот, я стал постепенно выправлять ситуацию. Испугался, что? Испугался, да, что я пойду, я стану поваром, потому что к готовке я не очень как-то. Душа не лежала. Душа совершенно не лежала. И потом я захотел стать в классе, наверное, девятом милиционером. Да. Да, работница, да. Благо есть, действительно, есть. Благо есть связи. Благо есть школа милиции. Стал усиленно готовиться, но потом мама сказала, что ж ты за милиционер-то такой, метр шестьдесят четыре. Тебя же любой бандит поймает и забьет. Я подумал, да, действительно. А потом догонит еще раз. Скажет, ты, видимо, плохо понял, ты тупица. А потом, как-то сидя на лавочке, пощелкивая семечки у бабушки в деревне, в табаге, кстати. Все лето я постоянно проводил в табаге. Мне пришла мысль, а я же могу выбрать такую профессию, где я могу все свои несбыточные мечты, повар, полицейский, ну и тому подобное, воплотить в одной профессии. Это же чудо, это же счастье. И тебе за это еще платят деньги. И отпускные, вы представляете? Так вот. И я пошел, как раз-таки совершенно случайно увидел, что на тот период здесь существовал филиал школы-студии МХАТ. Сдал все экзамены вступительные. Там жесткий, наверное, отбор был. Да, там было 50 человек на одно место. Ну, как-то мне так повезло. Ну, честно, без блата, без ничего совершенно. В театре вот точно блата никакого не было. И попал в школу-студию МХАТ и даже получал стипендию. Ну, это на бесплатной основе. Но затем, по окончании первого курса, филиал школы-студии расформировали и нас плавно перевели в Арктический государственный институт культуры и искусства. Так. Вот. Что, собственно, ты и закончил. Да, что я, собственно, ну, не с отличием, конечно же, потому что мой непосидливый характер никуда не ушел. И учиться нормально я не мог. Но по всем профессиональным предметам у меня, в принципе, всегда были отличные отметки. То есть сценическая речь, сценодвижение, актерское мастерство и тому подобное. Да, я закончил. И нас пригласили на службу в ГРДТ имени Александра Сергеевича. Сейчас именно вот так называется. Не работать, а именно служба. Служба, да, государственная. Да, служить. Служить. О, Семен. Давайте ложку можем в миску положить. Давайте. Ну, собственно говоря, да, где я по сей день и служу. Ну, то есть закончил и сразу трудостроился. Да, это очень удобно. А у студентов бывает вообще практики? У студентов. Я вам скажу так. На четвертом... Там массовки участвовать, театр. Да, да, да. Да, кстати. Это отличный вопрос. Обычно же я, студент-физик, нас отправляли на картошку на практику. Я не знаю почему, да. А вас, актеров, скорее всего, не на картошку. Как картошка влияет на физику? Семен, давайте-ка я получу это вам. В общем, нужно до однородной массы все это взбить. Как картошка влияет на физику? В вашем случае, ну, то есть практика как? Все верно. Потому что первые два курса, получается, мы учились. Здание было еще не достроено. Здание изначально, по-моему, предназначалось для какого-то банка. Я уже историю все точно не помню. Здание Агики. Вот. И пока оно достраивалось, мы занимались прямо в кулуарах вот русского театра. Там был репетиционный зал. И да, на первом курсе буквально меня ввели, кстати, по-моему, чуть ли не самого первого, на роль официанта. Вы не поверите. Уже первое перепоплощение. Петр, да. Нет, я просто говорю, насколько все это взаимосвязано. Сейчас кулинарная передача, флэшбеки такие возникают. Вот. Да, роль официанта в постановке Андрея Савича Борисова, Одиссея Инока Якутского. Вот, как сейчас помню. И роль-то там была простецкая. Там нужно просто было в какой-то момент выбежать с красной скатертью. Значит, да. Значит, там революционное время идет. 17-18 года, прошлого столетия. Им нужно было выбежать в ресторан, взмахнуть красную скатертью, постелить и уйти. Все. И вот я помню этот самый первый выход. У меня словно какая-то белая пелена, гул кругом. То есть я ничего не вижу и не слышу. Какая-то вспышка, как будто я в центр ядерного взрыва попал. Ну, скорее всего, я накосячил. Что-то сделал не так, но я это сделал. Я помню, что 7 потов там с меня сошло. Я думаю, боже, зачем я выбрал себе такую профессию. Это же ужасно страшно. Но потом постепенно как-то все это вот нивелировалось. Самую первую свою роль, помнишь? Которая уже там... Которая была основная? Да, которая основная. Ну, когда уже ты работал в театре, служил в театре. Да, да, да. Да, да. Основная моя роль, не считая дипломных спектаклей, это был Маркиз Ломбардский. Это был кот. Кот Маркиз Ломбардский. У него было прозвище. В постановке «Приключения поросенка Кнока». Это, в общем, такая достаточно неизвестная история. Жил-был себе поросенок, он был копилкой. Но об этом как бы никто не знал. А, да. И постоянно эту копилку всякие люди хотели раздолбить. Вот. И поросенок Кнока убежал из дома, познакомился с котом Ломбардским, с псом Ануфрием. Да, я так полагаю, это будет что-то для детей, да? Да, но это трагичная сказка. Это самая трагичная сказка, которую я играл. Потому что, правда, в конце концов, чтобы спасти своих друзья от строевщика хлама, он выбросился в окно и разбился на мелкие кусочки. Но зато друзья были свободны, да, и дети плакали в зале. Актеры считают свои роли? Ну, есть роли, которые, ну, вот... По количеству вы имеете? По количеству, сколько перевоплощений, да, тем более, что мечта. Вот, честно... Сколько лет работаешь уже? Сколько лет, получается. Ну, я скажу так, я уходил с театра два раза. А я приходил обратно? Да? Так случайно. А я пошел. Ладно, я... Да, ну, нет, не совсем так просто. Нет, в жизни случай разные вещи. Вот, я искал себя... Ну, актеры люди такие, не то что ветреные. Творческие. Творческие. Они постоянно в процессе чего-то. А может быть, я попробую себя там? Может быть, действительно, может быть, готовка моя? Поддержанные сомнениями. Да, да, несомненно. Как и все люди, может быть, даже в большей степени. Да, просто в большей степени. И я уходил два раза. Первый раз я уходил в бизнес. Я торговал пенным пшенным. Да, пенным пшенным напитком, который сейчас только в строго определенных местах. И после восьми ты и не купишь. В принципе, зарабатывал неплохие деньги, но я понял, что это совершенно не мое. Мне стало скучно, мне стало грустно, потому что люди не те меня окружали. А деньги были неплохие. Деньги вроде есть, а счастья нет. Вот деньги есть, а счастья нет. Счастье важнее все равно, как ни крути. Но важно заниматься тем, что ты любишь. Да, и получать за это деньги. Вот это и есть счастье. Да. Я согласен с вами, Петр. И затем я снова вернулся в театр. А затем случилась некая коализия в моей жизни. Я решил снова начать все с чистого листа. И улетел. Как вы думаете, куда? В Пали? Гуа? Рядом. В Таиланд. В Таиланд. Да. И занимался там тоже, в принципе, это был бизнес. Занимался мореходством. У нас был парусный катамаран. Назывался Сибиряк. Самый большой парусный катамаран в Паттайе. Туристов возили? Туристов возил был управляющим, кстати, ресторана. Опять же, не поверили. Вообще рядом? Недолгое время. Да, правда, я в этом ничего не понимал. Но получалось вроде как неплохо. Я целых два месяца там отработал, потом ушел. Ресторан закрылся, потому что сезон туристический закончился. Нету. Как красиво. Семен схитрил. Он сходил. Семен посмотрел YouTube и понял, как делать мой торт. Да. Сейчас Семен тонкий... Или вынес готовый другой. Кстати, да. Может быть. Семен умный человек, по нему видно. Да, ну, значит, Семен сейчас покрывает... Надоело смотреть на наши потуги и решу сделать безумие. А вы поболтайте, парни. Да. Все это покрываем первым слоем нашей печенюшки, а затем будем выкладывать второй слой печенья. И будет выкладывать его снова Семен. Да, да, да. А имеет смысл тогда второе блюдо тебе начать? Нет. Или как? Мы пока еще немножко поболтаем и скоро начнем готовить второе блюдо. Давайте я сейчас заряжу магией актерской яйца. Потому что она быстро, да? Да. Это все произойдет. Хорошо. Опять же про роли. Ты не помнишь, сколько у тебя ролей, но какая-нибудь роль была такая, что запомнившаяся, больше всех, которая труднее всего давала, если думала, может быть, это вообще не мое амплуа. Ну, одна из таких ролей, давайте я скажу. И почему, да. Я не помню, какой это был год. Год постановки «Калека с острова Инишман». Вот. Когда мы только прочитали эту пьесу, я подумал, господи, какая же классная роль «Калеки с Инишмана». Ну, всегда интереснее артисту работать с преодолениями, то, что тяжело. То есть на сцене там реально... Как сейчас можно говорить, выходить из зоны комфорта своей, даже актерской. Абсолютно, абсолютно. Потому что есть что играть, есть что делать. Ну, что там герой-любовник. А не по шаблону, как... Да, да. Вроде есть амплуа, там скомороха, ну и выполнять всю жизнь, да? Да. А тут что-то драма. Вот-вот-вот. И к нам приехал Сергей Павлович Федотов из Пермского театра у Моста, известный режиссер, известный не только своими постановками, но и методикой постановок. Такой методики я больше, конечно, никогда не встречал. Это было жестко. Но, тем не менее, результат был достигнут. И вот, и когда я прочитал пьесу, я подумал, господи, как же я хочу роль «Калеки» сыграть, какая интересная роль, классная, четкая. А я прочитал, думаю, что за роль такая совершенно какая-то. Ну, пацан там какой-то ходит, спрашивает там конфетки про Ментос, про какие-то там хубы-бубы. А у парня просто мечта. Они живут на острове Венишман в Ирландии, и у них ничего нет. Раз в неделю приезжают корабли, выгружают пиво, выгружают картошку, сосиски. И иногда с Америки, издалека им привозят конфетки и шоколадки вот с этими красивыми, яркими названиями. И у него просто мечта. Но когда мы начали работать, это просто, ну, получилось то, что получилось. Я считаю, что это, несомненно, наверное, одна из моих актерских удач. И роль такая она, ну, очень хорошая. Это роль такого интересного, беззащитного, одинокого хулигана островного ирландского, который ходит вроде как и пакостит везде. Но это он... Он все равно с душой. Конечно. А в любом герое есть душа. Даже в Бабе-Яге вы не поверите. Вот. Всегда в плохом ищи хорошее. А в хорошем что-то плохое. В этом и суть профессии. Вот. И это была одна из запоминающихся ролей. Ну, наверное, роль Обломова, несомненно, Илья Ильич Обломов. Вот. Постановки Татьяны Ворониной. Тоже много-много лет назад мы поставили этот спектакль. Ну, все читали Обломова, Гончарова. Все, наверное, знают историю одиночества и страхов. Закивал и ведущий, хотя на самом деле не читал. Ну, ничего страшного. Я тоже много ничего не читал. Семен, ты читал Обломова? Нет. Ну, слава богу. А зачем ему читать? Да-да. Вот. Как бы я читаю другую литературу. Только 33% на сцене читали Обломова. Как мне в детстве говорили, ну, сынок, ты же деньги считать научился, а зачем чего-то читать? Лучше считать, чем читать. Вот. Ну, да, в принципе, каждая роль чем-то особенна, потому что каждая роль, она просто так не дается. Поэтому такая. Нет, нет, все то же самое. Говорю, меняется только манера подачи. Господи. Нормально? Это же изумительно, да. Володильник, и мы начнем второе блюдо. Отлично, Семен. Спасибо. Спасибо, Семен. Итак. Да, поэтому, слава богу, нам, еще раз повторюсь, есть чем гордиться. И, дорогие родители, если вы хотите отправить свою молодежь в театральный институт или в театральное училище, отправляйте, не переживайте, вашего ребенка сделают хорошим, как минимум, человеком. Сразу вопрос, да? У тебя двое детей? Да. Своих детей отдал бы на актерца? А я... Ну, как бы отдал бы? Ты был бы согласен, где они сказали, папа, мы хотим стать актерами. Я такой папа, что я позволяю все. У меня дочка самостоятельная, вполне себе. Она взрослая, красивая, большая, кстати, и она работает в ресторанном бизнесе. Да. Ей это очень нравится. Вот. Ну, работа, я не буду называть название, но в одном из лучших, скажем так, заведений нашего города. Она сама выбрала эту стезю, она учится параллельно. Я предлагал поступить в театральное училище. А предлагал все-таки? Я предлагал даже, да. Говорю, доченька, есть папа же в театре. Папа, можешь договориться, грубо говоря, шучу, конечно. Но она как-то не очень театральный человек, поэтому она говорит, нет, пап, я по своей стезе. Ну, а сыну еще рано выбирать, он еще. Небольшой. Пока еще маленький? Пока еще маленький, да. Ну, детям, нет, если бы они захотели, я, конечно, бы поддержал. Почему нет? И сам бы, наверное, учил, показывал, как надо, что... Я бы чем-то помог, из меня учитель не очень хороший, я вспыльчивый человек, и я не люблю... Ну, обычно же говорят, не воспитывайте детей, воспитывайте себя, дети все равно... Да, а дети умнее нас, это дети нас учат, все верно? Ну, так, согласен. Согласен, абсолютно. А дома, в воспитании детей, какие-то актерские навыки свои, чтобы там показать злого полицейского, доброго полицейского, методы воздействия? А мы всегда так и играли в семье. То есть, дочка сейчас живет как бы отдельно от нас, она уже большая. Взрослая? Да, она очень красивая и большая, блондинка. Вот, выше меня роста. Мы всегда играли... Чуть было не сказал, слава богу. Слава богу? Да. Не замужем. Да, мы играли мама у нас достаточно такой, не то что злой, жесткий человек, который любит, чтобы была. Так, пришел, учебники вытащили. От сих до сих. Да, все, сел, перекусил, нормально. Отец, иди занимайся. И тут я прихожу, говорю, ребята, привет, а давайте поиграем в прятушки. Ну, в прятки кто-нибудь хочет поиграть? Она, что ты с ними сюсюкаешься. Они дети, они должны знать все жестокости и перипетии жизни. Ну, и как-то вот так мы учились. Ну что ж, берем лук. А, да. Чеснок. Откуда он знает, что нужно готовить? Я думаю, что человек пересмотрел ролики с Вангой, которая прорицала что-то. Да, сейчас, господа, мы будем готовить утреннюю яичницу в якутском варианте. Так много, со всеми? Да, ну почему бы нет, у нас большая съемочная бригада, я думаю, они с удовольствием с нами перекусят. Операторы, товарищи, режиссеры. А его хватит? Нет, чеснока должно быть много. Поскольку мы живем в северном климате, нам нужны витамины. А чеснок это первейшее средство от цинги. Я в детстве читал пиратские всякие рассказы, Майн Рид и тому подобное. И там постоянно, я помню, цинготных ребят лечили. Сейчас, слава богу, у нас, насколько я знаю, вообще такого понятия как цинга нету даже. То есть, боячки не существуют. Резко перескакиваем тем. Что ты хочешь сказать? Лук мы как режем? Лук мы режем строго по структуре волокон, чтобы избежать потери всех вкусовых качеств, потому что лук этот специальный. Он хоть и репчатый, но с необычной начинкой. Господа, вы это поймете, когда перекусите. Продолжайте, Семен. Петр. Вопрос. Резко перескакиваем. Я уже заметил в неплохой форме. Ну что, это генетика. Тем более, уже успел похвастать. Сильные руки и все прочее. Следишь за питанием? Да, я стараюсь следить за питанием. Я где-то год назад решил, нет, полтора года назад, решил, что пора что-то в своей жизни менять, посмотрев на свои фотографии, на свое отражение в мутном цвете зеркала. Я потом его протеру, стало лучше, но не физически. Я решил заняться собой. Ну, поскольку я всю жизнь, в принципе, занимаюсь спортом, просто когда-то бросал, когда-то не бросал, я решил себя довести. Ну, не то чтобы... Ну, спорт по жизни. Да. Мне всегда это нравилось. Какой вид, что делаешь? Воркаут. Я люблю уличные тренировки на улице. То есть... Даже зимой? Даже зимой. Нет, ну, слава богу, у нас в театре созданы руководством все условия для того, чтобы артисты были в прекрасной физической форме. У нас есть свой классный спортзал. Со штангами, с танками и всем остальным. А летом, весной и осенью, даже вот сейчас такое время, у меня есть турники. То есть, и я для себя поставил цель научиться элементу выход силой. Я никогда в жизни у нее... Когда, да, хоп. Я в жизни у нее... Вот сколько бы я ни пытался, я никогда... Даже когда я весил 55 килограмм, я никогда его не делал. И за полтора месяца... Получилось. Сначала интервального голодания. То есть, мы питаемся до 6 часов 5 раз в день. После 6 мы ничего не едим и умираем до утра. Вот. И плюс ко всему тренировке. Ну, на интервалке я сидел где-то месяц-полтора. То есть, на интервальном голодании. Затем я просто перешел на правильное высокобелковое питание. То есть, больше белка, меньше углеводов. А вообще, друзья, 95% фигуры делается как раз-таки на кухне. Да. На кухне? Да, абсолютно верно. Ну, то есть, то, что едешь, то... Мы, это то, что мы едим. И еще раз повторюсь для всех, господа, что весы, как и цифра в паспорте, и цифры на весах, это ничего не значит. Потому что, говорю, 70 килограмм могут выглядеть совершенно по-разному. Вот сейчас я вешу 70 килограмм при росте в метр 64. А я тоже 70. Ну, так вы прекрасно выглядите. Спасибо. Я вас на турниках что-то не видел. Хорошо. Ну, в общем, да, я действительно люблю спорт, слежу за питанием и стараюсь... То есть, любимая еда какая тогда? Несомненно, яйца. Ну, давайте я расскажу о своем рационе дневном. Можно. Да. Утром я просыпаюсь, и у меня уже, как бы, за здравствуйте, три вареных яйца. Из них два белка и одно целиком с желтком. Ну, это поедет... Два желтка... Два желтка я отдаю котам. У меня британцы. У меня скотиш страйд, скотиш фолд. Тупейшая порода. Не заводите никогда себе. Кроме криков и сидения столбиком, вы ничего от них не добьетесь. Гладиться не дают. Кот сосиска у меня. Я говорю, сосиска, иди сюда. Он весь скуко... Согласен. Вот. Я не бру товарища. Согласен, согласен. Скукошится, съежится. Сидит на спине. Вот, 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 вот. Котят не собирается он с кошкой делать. Сколько я не заставлял, не включал познавательные фильмы кошачьи. Ничего не понимает. От уметь. А от кошки хотя бы польза есть, она муху тараканов жрет. Тараканов у меня нет, дезинфекторов я забыл. Из-за нее. Да, она реально ловит и ест. Еще показывает, приносит мне, смотри, хозяин, как можно избавиться от мух. Вы знаете, да, что когда коты приносят мышь хозяевам или птичку, это они нас учат. То есть так можно добыть, так можно питаться. Не тупи, хозяин. Вот. И, собственно говоря, в обед я могу себе позволить каких-нибудь углеводов. Ну, чего-нибудь, не то чтобы сладенького, а чего-нибудь, ну, не знаю, булочку. Нет, не булочку. Я не ем ни булочки, ни сахара, ничего мочного. Да, макароны с котлетами, допустим. Почему нет? Если я очень хочу чего-нибудь мочного, я делаю себе домашние сухари. Я покупаю хлебокомбинатовский хлеб, режу его, значит, на сухарики, посыпаю черным красным перцем, сверху сушеным чесноком. В духовку на 180 градусов получаются изумительные сухарики. Вот. Их можно добавлять, потому что при прожарке вот все вот эти быстрые углеводы, вредные, они теряют свои свойства. Вот, ну и все. А вечером я, конечно, ем мясо. Вообще, чем больше мяса, тем лучше. Потому что мясо это самый лучший усваиваемый белок на свете. Не обязательно курицу. Можно и свинину, можно свиную печень, можно говяжью печень. А перед сном творог. Поначалу я баловался такой ужасной штукой, как обезжиренный творог. Но оказывается, он вреден. Он вреднее. Да. Потому что он плохо усваивается. И я стал практиковать с 5%. Вообще, у нас в Якутске беда с творогом. Я хочу сказать. Очень сложно. Я согласен. Иногда в сезон поискать надо. Не в сезон не найдешь. Не то, что не в сезон. Он бывает... Фермеры, будьте внимательны. И его я скажу, что очень быстро раскупают. Вот действительно, есть же небольшие киоски, вот точки. Да, стоять дома, а местные. Да, 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 абсолютно верно. Вот. И вот даже к ним прибегаешь, они все раскупили. Я думаю, кто кроме меня творог ест? Он же такой невкусный. Ладно, люди с творогом... А кажется, там тоже есть люди, которые хотят выглядеть... Нет, люди его просто с вареньем в прикуску едят нормально абсолютно. Ну, полезная пища. Да. А вообще, в целом, я говорю, вы должны просто понравиться себе в зеркале. Вот и весь секрет. Если вы себе нравитесь в зеркале, вы нравитесь всем на свете. Это закон Фредди Меркури, кстати, был. Он считал себя самым красивым мужиком на свете. Хорошо. Хорошо. Нет, ну, действительно, когда утром ты встаешь первым делом, зубы тиснишь, смотришь на себя в зеркало и говоришь, Марина, я красавчик. Это же здорово. Да. То есть ты доволен собой, рад миру. Нет, потом смотришь зарплатный квиток такой. А. Ну, вроде и красавчик, вроде не очень. Ну, не все так считают, да? Ну, не все так считают, да. Слушай, про внешний вид. Да, для актера очень важна, конечно, физическая форма. Чтобы был, ну, как бы... Ну, я вообще скажу, что для актера, а нет, оно важно, но в чем прелесть актерской профессии, то, что нужны всегда разные фактуры. Да. То есть нужен где-то там, знаете, и здоровый там двухметровый дядя, грузный дядя. Это же классная находка. То есть на фактуре можно там поставить... Всякие разные роли есть, да. Ну, а приходилось тогда перевоплощаться? Ну, ладно, там грим, усы, там, что-то такое. Вы имеете в виду что-то физически набирать или худеть? Да, набирать, худеть, я не знаю. В прошлом году мы приступили к постановке «Карлсон, который живет на крыше». Я играю Карлсон, вот. Для меня это было удивительно. Подушки. Ну, да. Но когда приехал режиссер Александр Иванов с города Неллингрим, кстати, мы с ним учились в одной школе когда-то, в параллельных классах совершенно. Да, так случилось в 26-й школе гимназии. И он говорит, а ты смог бы набрать для Карлсона? Я очень переживал, что я наберу и не смогу сбросить. Ну, или это будет очень тяжело. На тот момент я еще не очень хорошо разбирался во всей этой кухне. Похудательно я сказал, нет, 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 нет. Поэтому такой достаточно худощавый Карлсон, но с помощью подушек, поролона и всего остального и мастерства гримеров Карлсон стал похож на Карлсона. На Карлсона. Да, да. А так нет, скажем так, киносъемок у меня было не так много, чтобы где-то что-то худеть, а в театральной жизни добавляем яйца. Да, добавляем яйца. Доверим вам. О, спасибо большое. Можно скорлупу как раз таки тоже. И вот туда же. Так, да, Петр, помоги, пожалуйста, достань там лишнюю. А, вот вторую, да? Ну что ж, друзья, казалось бы, обычное яйцо. Какая категория, Семенов? Как вы думаете? Ну, это первое, скорее всего. Не рингвинские, да? А, других мы и не держим, потому что в нашем ресторане все хорошо. Первой категории правой рукой отточенным по диагонали ударом молотим яичко. Вот. То есть желток надо разбить? Желток, да, надо расквасить. Я думал, что он не расквасится, но он расквасился, поэтому надо расквасить в этой постановке. Снова долбим яичко, снова раскалываем. Продолжаем. Все это вот таким полуварварским способом мы это делаем. Опять же, повторюсь, готовлю я редко, но с изюминкой. Так, все. Когда яйца все расквашены и... Распределены? Да, распределены. Мы добавляем соль и перец. Да, позвольте мне полотенчиком. Нет, для начала нужно вытереть руки, потому что белок тек сквозь пальцы, словно деньги и время. Итак, мы берем солонку. Так, 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 так. Все, мы справились. Сильно не солим. Кстати, пищу, когда я сам утрепляю, я ее никогда не солю. Вот еще один, кстати, рецепт. Потому что, в принципе, даже в обычной воде содержится соль. То есть я уже настолько привык есть несоленую пищу, что для меня нормально. То есть, ну, приносят соленую, ну и хорошо. А если я сам вот себе что-то готовлю, допустим, гречку тоже с курочкой, то я не добавляю. Ты рассказал про свой дневной рацион. Да, питание. Да. Теперь расскажи, пожалуйста, как выглядит вообще день актера. Я знаю, у вас спектакли же обычно по выходным. Ну, это обычно. А на этой неделе, Петр, вы не поверите, это отличный вопрос. Я вижу, что вы готовились. На этой неделе со среды у нас каждый день спектакль. Вечером. Вы не представляете. То есть утром у нас репетиция. Вообще день артиста начинается так. Допустим, вот лично я. Спишь до обеда. Ага. И потом звонишь в бухгалтерию, говорит, где моя зарплата. Отличный день. И вечером спокойно подкрасишься, приняв душ, приняв ванну. Придешь в ночной клуб, отдохнешь. Да, да. И вечером идешь, что спектакль. Да. Дальше в клуб. Нет, по желанию. Захотел, пошел. Не захотел, не пошел. Ты же актер. Ветреная душа. Нет, смотрите, допустим, ну, я как? Я просыпаюсь в 7.30 обычно, ну, привычка такая уже. Выпиваю обязательно стакан воды. Этим мы начинаем разгонять свой метаболизм. Ну, это я про себя рассказываю. Затем себе варю яйца. То есть, вообще, закон какой? Проснулся, выпил воды, тут же позавтракай. Вот тут же. Обязательно. Не через полчаса? Нет, не через полчаса, потому что что происходит в организме? Организм проснулся вместе с тобой и думает, что тебя ждет хозяин сегодня? Ты загрузил воды, он такой, прикольно, воды я попил. А что дальше? После этого ты закидываешь в него белки. Ну, в моем случае, два белка, одно яйцо целое. Мы это прожевали, это попадает в желудок, он, нифига, хозяин, ты хочешь жить. Мы начинаем разгонять метаболизм с самого утра, то есть, ускоряем обмен веществ. Затем, первая репетиция у нас начинается в 11 часов. То есть, до обеда поспать не получается? Нет, к сожалению, нет. Но если ты не занят, спихать целые сутки напролет. Получается, в 10 часов ты приезжаешь, повторяешь роль, выписываешь какие-то нюансы, что ты хочешь. Ну, или идешь в спортзал, допустим, я приезжаю в 9 часов, сам, иду в спортзал, занимаюсь, потом иду, работаю над ролью, и затем в 11 часов у нас начинается репетиция. Репетиция общая? Бывает по-разному. Бывает, ты идешь в кабинет заведующего музыкальной частью, там что-то поешь, что-то читаешь, какие-то нюансы вы отрабатываете. Бывает танцевальная репетиция. Именно свою эту линию. Смотря что стоит по расписанию. Допустим, сегодня мы репетируем массовые сцены. Из спектакля «Капитанская дочка». То есть приходят все ребята, которые участвуют в массовке, в военной форме, и мы там поем песни, маршируем всю эту строевую подготовку. Налево, направо, шагом, аж, и вот все в таком роде. Затем с двух до половины шестого, скажем так, у нас перерыв. То есть мы занимаемся какими-то там другими, ну не то, что перерыв, а разрывной день называется. И с шесть часов у нас либо идет спектакль, либо вечерняя репетиция. До девяти, до десяти часов. Вот, допозданно. Бывают еще и ночные репетиции. Напряженно. Да, относительно напряженно. Не, ну как? Ненормированный рабочий день. Ненормированный рабочий день. Да, бывает, он забирает выходные, то есть в связи с производственной необходимостью, как это обычно пишется. И мы приходим, понедельник это у нас выходной, кстати. Мы счастливые люди, у нас нет понедельников, потому что мы их проводим дома с семьей. Потому что понедельник день тяжелый. День тяжелый, действительно. И у актеров это, причем по всей стране так. То есть выходные мы работаем, ну да, всех людей, которые отдыхают, а в понедельник мы отдыхаем сами. Вот такие дела. Вот, кстати, можно уже торт накладывать? Вы думаете? Ну, вообще торт должен простоять часа два в холодильнике, но поскольку эфирное время у нас ограничено, мы сейчас его аккуратненько поедем и угостим наших девочек. Потому что близится весенний сезон, нужно быть в форме после такого торта. Так. А чем мы будем резать его? Каким ножом? Вот я специально лопатку принесу. Ага, отлично. Специально. Ну, я так полагаю, крем должен впитаться в печеньке? Вообще, да, по идее, крем должен впитаться и он должен загустеть до достаточно такой однородной консистенции. В идеале ночь поставить должен. В идеале, да. Ночь? А то и месяц. Нет, потому что он должен стоять не в морозилке, а именно мягко загустеть в холодильнике при такой, скажем так, комнатной температуре. А, ну, видите, да-да-да. Так, сейчас мы постараемся все это аккуратно вытащить. Так. Петь. Во, господи, какое чудо получилось. Ну, вот-вот-вот, брыкс. Да, это некий графский развалин, актерский развалин назовем. Вообще, выглядит достаточно эстетически красиво, знаете, как некая такая молекулярная кухня высокого уровня. Молочное печенье, густая карамель и великолепный молочный шоколад. Да, ну, это как бы десерт у нас получается. Это десерт. А основная пища для съемочной команды, вот она готовится. Да, она уже почти приготовлена. Подходит. Да. Ну что, у нас все яички... Ну, ядра чистый изумруд, как говорится в сказке о царе Салтане. Салтане, я думаю, что еще буквально 2-3 минутки яички дойдут. К сожалению, турки... А я люблю, кстати, так, вот, когда... Как правильно называется? В семянку, да, Семянку? Это в семянку. Это... Как она? Ленивая яичница. Полезнее всего. Я без понятия. И вообще, я открою небольшой секрет. Мы должны были сварить кофе, да, мы принесли старинную турочку, в которую даже налили воды до краев. Да, но у нас индукционка не принимает, ну и что? Ну, ох уж эти новые технологии, как говорил мой дед. К сожалению, индукционная плита не принимает турку, поэтому кофе мы пить не будем, но ничего. Мы за кадром сами сделаем что-нибудь и здесь попьем. Ну что? Морсом запьем наши графские развалины. Действительно. К сожалению, вы этого не видите, дорогие зрители, но за камерами люди с ложками и тарелками вовсю стоят и ждут правильного питания, поэтому, наверное, мы сейчас закончим. Да, нет, мы должны попробовать, что же получилось. А, действительно? Мне не терпится это сделать. У нас вилок нету, зато есть ложки. Мы закончим эксплуатировать Семена и приступим к пищеварительному процессу поскорее. Наконец-то покушаем самую вкусную часть передачи. Ну что ж. Собственно, поэтому я здесь работаю. А, давайте. Несмотря на это, вы в отличной форме, опять же. Ой, это в форме рыбки? Ну, получилась. Рыбки. Ну, очень похож на рыбку, посмотрите. Да-да. Такой. Вялый карась назовем ее. Так, ложку, пожалуйста. Да, ложки. Первым разом я имею яичницу, кстати, ложкой. Да, приятного аппетита, друзья. Приятного аппетита. Так, торт мы отдадим девочкам. Сладкая девчонкам. Даме. Ну что ж, яичница по-таковски. А. Классик. Ммм. Гористо. Здорово получилось. Спасибо за угощение, Александр. Золотые у вас руки, Семен. Ну что ж. Да, наша передача нам подсказывает, что время наше истекает. Да. Да, мы так много проговорили уже. И у нас такая добрая традиция, Саша, есть. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелать. С набитым ртом пожелать. Да, с набитым ртом, да. Вот прожуй и... Так обычно в караоке делают. Да, да, да. Да, я спою. Сейчас спою. Да, и крошки летят в печенье. Пожелание для наших зрителей, пожалуйста. Секунду. Дорогие ребята, папы и мамы, дорогие братья и сестры, дорогие люди, дорогие якутяне, земляки, будьте добрее. На носу у нас снежное суровое зима, которую нужно пережить в таком едином порыве. Горячо, жарко и весело. Приходите в театр, смотрите наши новые постановки, потому что культура, она, может быть, кому-то покажется смешным, но она действительно облагораживает. Будьте счастливы, не болейте и любите друг друга. Это самое важное в нашей жизни. Пока-пока. А я еще расскажу, что у нас сегодня был в гостях актер русского театра имени Александра Сергеевича Пушкина, Александр Сердюков. Саша, еще раз спасибо тебе. Спасибо, Петр. Зовите еще. Да, Семен Тарбахов, я Петр Цыпандин. На этом наша передача заканчивается. Будьте здоровы, друзья, и кушайте, как мы всегда. Просто вкусно. Бригада. Да. Амюшу.